Монголия Монголия – великая страна с многовековой историей, своим укладом, традициями, внушительной территорией размером с Западную Европу и землями, богатыми ресурсами, редкими металлами и минералами. По объему природных богатств Монголия входит в первую мировую двадцатку. В нашей стране очень хорошо развита горнорудная промышленность. Мы вывозим свою продукцию на экспорт в Россию и в Китай. У нас очень хорошее месторождение золота, угля, железной руды. А также есть много выявленных месторождений редкоземельных металлов. Мы все хорошо знаем, что живем в эпоху четвертой промышленной революции. И здесь нам во всех сферах жизнедеятельности необходимы высокие технологии, производство которых не обходится без редкоземельных металлов. Геологические исследования месторождений редкоземельных металлов и их экономического использования в Монголии, по словам президента Хурлсуха, готовы проводить в сотрудничестве с Россией. Специалистам двух стран найти точки соприкосновения будет довольно просто, ведь сотни монгольских горняков получили образование в России. Университетская база и в Улан-Бадаре сильная, около 40 вузов. При желании в центре страны можно отучиться на специальность чуть ли не по любому направлению. Впрочем, практически вся жизнь Монголии сейчас стекается в города. Ведь на полутора миллионах квадратных километров всей монгольской земли живут не так много людей, всего около трех с половиной миллионов человек, почти половина населения в столице, Улан-Бадаре. Последние годы город активно застраивается, новые жилые кварталы на окраинах, современные бизнесоторговые центры, стеклянные высотки, в сердце города. Возводят спортивные объекты, вот, например, новый ледовый дворец, оснащен по последним мировым стандартам для занятий зимними видами спорта. А этот спорткомплекс для традиционного единоборства. Национальная борьба занимает первое место среди всех спортивных состязаний у монголов. Десятки тысяч зрителей встречаются на самых массовых поединках. Словом, экономика Монголии, несмотря на довольно низкую плотность населения, чувствует себя очень даже неплохо и после удара пандемии эффективно восстанавливается. Падение экономики за два пандемийных года составило 5,6%, но уже со второй половины прошлого года мы замечаем некоторые повышения. Закончили 2001 год на уровне роста 3,6%. У нас сравнительно маленькая экономика. Общий объем внешней торговли составляет 16 миллиардов долларов США. Что касается торговли с Российской Федерацией, мы поставили рекорд в прошлом году, достигли объема торговли между нашими странами 2 миллиардов долларов США. И мы выступаем за то, чтобы увеличить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами и в том числе привлечь российские инвестиции в нашу экономику. Несмотря на то, что Монголия, на первый взгляд, находится в замкнутом пространстве между двумя крупнейшими державами, Россией и Китаем, страна и ее производство известны и ценятся далеко за пределами границ. И не только ископаемыми. Предприятие ГОБИ обеспечивает крупнейший экспорт кашемира. 48% от всего объема сырья в мире высочайшего качества. ГОБИ ГОБИ – одно из центральных производств в Монголии. Кашемировые есть и другие, но здесь работают почти 2000 человек. Это четвертое место по объему рабочей силы в стране. Индустриализация отчасти заставляет расти города. Настоящих кочевников, которые меняли бы место жительства вместе со стадами, остается все меньше и все больше. Тех, кто даже в юртах ведет оседлый образ жизни, обрастая электронной, итовой техникой, мебелью и другими благами. Свободные от городской жизни хозяйственники, конечно, есть, но те, кто выбирает комфорт, с каждым годом становится все больше. Вслед за этим растет и потребность в энергии. Наши станции сейчас выработают 650 мегаватт на данный момент. А мы, взрослые, сейчас импортируем 123 мегаватт на все территории Монголии. Россия. Главный энергетический партнер Монголии. Помогает обеспечить светом и теплом граждан страны вечно голубого неба еще со времен СССР. Поддерживать соседа не перестаем и сейчас. Растущие потребности в энергии закрываем импортом и помощью в модернизации действующих ТЭЦ. В прошлом году российские специалисты завершили самую масштабную за последние 30 лет модернизацию энергосистемы Монголии. В 2021 году был реализован проект модернизации первых четырех турбоагрегатов. И установленная на мощность станции увеличилась из 700 до 789 мегаватт. 700 до 789? Да. Это ощутимая разница? Да, конечно. Огромная разница. Монгольские власти показали заинтересованность и по аналогичному проекту модернизации с привлечением российских специалистов по третий ТЭЦ Улан-Батора. Сейчас идут переговоры. На территории Монголии всего 6 ТЭЦ с общей номинальной мощностью 1200 мегаватт. За моей спиной находится четвертая, это самая большая из них, которая покрывает фактически половину потребности в энергии всей страны. Работают, впрочем, как и другие на угле и на мазуте, но здесь есть свои нюансы. Ну и вот главный нюанс. Сейчас довольно ветрено и солнечно, поэтому дымки над городом не видно. Однако, когда штиль, тогда весь дым вот из этих труб буквально застилает весь Улан-Батор. В некоторых районах даже дышает сложно, как признаются местные жители. И вот когда транзитный газопровод будет все-таки достроен, некоторые ТЭЦ, вероятнее всего, смогут перейти на газ, снизив тем самым уровень загрязнения. Впервые предложение построить газопровод из России в Китай через территорию Монголии, позже его назовут «Союз-Восток», прозвучало в 2018-м на саммите стран ШОС. Его озвучил тогдашний президент Монголии Батулга. Путин и Сей Цзиньпин идею поддержали. Российский президент поручил главе «Газпрома» изучить возможность поставок. В этой связи я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имея в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Анализ и совместная оценка. Заключение специалистов единогласное. Проект осуществим и выгоден. Экспортная мощность нового канала через Монголию в Китае может составить почти в полтора раза больше, чем у действующего газопровода «Сила Сибири», который запустили в 2019-м. На прошлой неделе российская и монгольская стороны завершили важный этап проекта. За этими дверями сейчас происходит знаковое событие. Ровно год спустя после создания компании специального назначения по проекту газопровода «Союз-Восток», который будет проходить через Монголию, подписана технико-экономическое обоснование. Теперь можно перейти к следующему шагу – проектированию строительства. Технически сам «Союз-Восток» – это магистраль протяженностью 963 километра, проходящая по территории Монголии. Маршрут определен с севера к юго-востоку. В России он будет связан с газопроводом «Сила Сибири-2». Труба диаметром 1400 миллиметров. Пройдет магистраль через 6 аймаков. Перекачивать газ на всем протяжении транзита будут 5 компрессорных станций. И этот газопровод позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 миллиардов кубометров газа в год. Правительство Монголии предоставило эффективные меры государственной поддержки. Прежде всего, конечно же, это резервирование земельных участков под объекты газопровода, это квотирование рабочей силы для компаний, специального назначения. И, конечно же, это возможность использовать нормативную базу России и «Газпрома». А что планируется газифицировать с помощью российского газа? Этот проект, несомненно, внесет весомый вклад в развитие Монголии. Использование природного газа станет нашим новым направлением в социально-экономическом развитии страны. Конечно, мы начнем с изучения вопроса использования природного газа для наших электростанций. Кроме этого, вдоль маршрута газопровода, несомненно, я думаю, будут созданы новые города и населенные пункты. И эта территория получит свое развитие с использованием газа даже в бытовом плане. Союз Восток – неотъемлемая часть экономического коридора между Россией, Монголией и Китаем, о котором страны условились в 2016-м. Строительство газопровода в концепцию взаимоотношений полностью укладывается, считает президент Хорел Су. Я считаю совершенно необходимым координировать развитие российского проекта, который был инициирован Владимиром Путиным. Также проект Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». И у нас тоже есть свой проект развития нашей территории. Это степной путь. И именно на основании этих размышлений мы создавали программу экономического коридора. Поэтому считаем, что строительство газопровода станет одним из новых направлений сотрудничества в энергетической сфере между Монголией, Россией и Китаем. А также считаем, что с осуществлением данного проекта будет ощутима экономическая выгода для каждой из трех сторон. Еще один положительный эффект – рабочие места. В строительстве газопровода, которое может начаться уже в ближайшие годы, планируется задействовать 12 тысяч человек. Из них до 20% могут составить монгольские компании. Предварительно они пройдут обучение. Ну а на этапе эксплуатации количество монгольского персонала достигнет 50%. Еще часть, вероятно, привлекут из Китая. Координировать работу продолжит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».